Павел министр, добро пожаловать в Москву. Спасибо большое. Хотя фактически мы находимся на британской территории в посольстве. Я смотрю, вы к концу дня все еще улыбаетесь. Вы довольны? Это был очень, очень интересный и полезный день. Очень продуктивный. Конечно, как я уже говорил на пресс-конференции с Сергеем Лавромом, в наших отношениях есть сложности, реальные проблемы, которые мы не можем игнорировать. Список и суть этих спорных моментов и претензий в отношениях с Россией известны. Это и происходящее на Украине, на Западных Балканах, в киберпространстве, тема вмешательства выборы в других странах. Ну, это согласно британской прессе. Продолжайте, продолжайте. Я прекрасно вас понимаю, вашу оговорку, но это то, как это видим и мы. Но вот то, что мы можем сделать, так это вместе взяться за самые серьезные проблемы, которые могут вместе решить две страны, постоянные члены Совбеза ООН. Вот почему я здесь. И, на мой взгляд, некоторые пункты вполне разрешимы. Давайте по пунктам. Сейчас, на удивление, в повестке существует пара вопросов, в решении которых позиции Лондона ближе к Москве, чем к Вашингтону. Например, иранская ядерная сделка. Что бы мы могли сделать вместе? Давайте рассмотрим эту очень интересную проблему. Во-первых, президент Трамп еще пока не вышел из иранской ядерной сделки. Да, она все еще существует, а Иран не сотрешь карты. Да, Сергей, вы правы, правы. Сделка жива, но она требует поддержки и работы. Для меня совершенно очевидно, что такая работа требуется для решения ситуации вокруг Северной Кореи. Очень, очень скоро Пхеньян будет обладать межконтинентальной баллистической ракетой с ядерным зарядом, которая может ударить по Москве или Лондону. Хотим ли мы, чтобы такая возможность появилась у Ирана? Нет, не хотим. Мы хотим, чтобы народ и руководство Ирана разумно выбрали другое будущее, подразумевающее экономический рост. Вот над чем Соединенное Королевство и Россия могли бы поработать вместе. Чтобы иранская ядерная сделка обрела смысл. А еще, а еще, а еще Сирия. Думаю, что настало время быть откровенными и реалистичными друг с другом. Мы не встречались и не обсуждали это с глазу на глаз. Мы не соглашались. Но вы все-таки поговорили. Да, мы не соглашались друг с другом насчет Башара Асада. У России свой взгляд на его положение. Я не думаю, что это безусловная поддержка. Но все-таки Россия сохранила его у власти. Хорошо, это довольно справедливо. Пусть будет так. Это ваш выбор. Вы недавно говорили, что он должен уйти. Я думаю, что с его отставкой было бы лучше. Но он все еще там. Но он там же. И вот в чем вопрос. Как нам добиться улучшения жизни сирийского народа? Некоторые люди говорили мне, не езди в Россию, отношения слишком плохие, нет смысла. Я считаю, что это неправильно. Неважно, насколько сложны дела. Нужно вести диалог и нужно сотрудничать. Господин Джонсон, когда вы агитировали за Брекзит, вы ожидали, что победите? Да, знаете, когда я выезжал из Лондона, то был абсолютно уверен, что все пойдет по-нашему. Но иногда, когда возвращался, то уверенности немного убавлялось. Когда результаты были обнародованы, то что стало интересным? Британский народ хотел, чтобы мы стояли на своем. И просто сделали это. И мне бы очень хотелось, чтобы в России осознали, мы не покидаем Европу. Великобритания не отшвартовывается и не уплывает в центр Атлантики. Как вы знаете, наши военные присутствуют в Польше, в Эстонии. Мы считаем это важным, потому что заботимся о стабильности и безопасности наших европейских друзей. Окей, ваши войска стоят в Эстонии и Польше, но, как я понимаю, ваш визит в Россию – это часть работы по восстановлению позиций Британии в мире в условиях, что СССР покидает Евросоюз. И вновь становится глобальной Британией, которую сложно представить без соответствующих отношений с Москвой. Я не буду отрицать, что существуют области, в которых мы бы хотели иметь отношения с Россией получше тех, что есть сейчас, в том числе международная политика и двусторонние отношения. Но мы не можем непринужденно работать, не обращая внимания на существующие проблемы. Но что мы можем, Сергей, так это вместе сделать больше в тех областях, которые непосредственно касаются наших с вами народов. Чего хотят наши люди? Россияне хотят свободно ездить в Британию, как туристы, а британцы в Россию хотят фантастически провести время на чемпионате мира по футболу в следующем году, в чём я уверен. Бьюсь об заклад, что это будет успешным. Поэтому наши полицейские сотрудничают, чтобы обеспечить их безопасность. Как я уже сказал, Черчилль и Сталин не очень-то ладили между собой. Любви там не было. Черчилль и вовсе хотел бы задушить Советский Союз при рождении. А как вы помните, в конце Второй мировой войны он вообще задумывал определённые... Это называлась операция «Немыслимая». Да, именно так, «Немыслимая». Но когда ещё в середине войны оба государства столкнулись с общей бедой, они нашли возможность действовать вместе. Дорогие министры, спасибо большое. Кстати, у вас многократные визы в Россию? Я не знаю, какой тип визы мне дали, но знаю точно, что мне вручили многочисленные фотографии Сталина и Черчилля, за что я очень благодарен. Большое спасибо. Спасибо.